Всем привет! Заказал профессиональный штатив на Алиэкспресс, чтобы снимать для вас блоги. Очень хорошая компания, которая занимается техникой, ну и вообще профессиональными штативами. Эта компания работает вместе с доставкой СДЭК. Этой компании оставлю 5 из 5, потому что пришел штатив на 5 день, что очень радует, это очень классный результат. Сейчас покажу, что внутри, помято ли разбито, я ничего не знаю, сейчас распакую и вы сами все увидите. Сам штатив стоит 55 долларов, но это плюс мне вернулся кэшбэк, так он стоит дороже. Снимаю пленку, посмотрите какая коробка, она большая, такая мужская, деловая, прям матовая. Отрезаю. Вот компания Зо Мэй, упакована уже очень классно, 5 из 5. Так, что у нас на коробке? Здесь у нас штатив. Самое главное, что этот штатив профессиональный. Вот профессиональный, сейчас буду смотреть, что внутри. А внутри у нас вот такая вот сумка-чехол. Причем сам штатив метр шестьдесят, а сумка такая маленькая. Везде, естественно, указана фирма Зо Мэй. Ее очень будет удобно носить с собой на съемки, например, снимать блок. Открываю. Внутри он завернут еще и в полиэтилене. Короче, упаковано здесь все как надо. Внутри инструкция. Гелевые пакетики, как всегда. Сам чехол приятный на ощупь, уплотненный. Если задеть, то удар смягчит. Ну, в общем, чехол тоже хороший. Ручка может быть короткой. И еще ее можно удлинить, повесить на плечо и просто иди, идти снимать видео. Тут инструкция. Все о штативах. Общее. Тут ключ, чтобы откручивать ножки. В общем, сейчас приступаю к штативу. Что к чему? Сверху тоже чехол. Ниже находится вот такой вот крючок. Вы можете на него повесить сумку. Или, если вы снимаете на улице, что бы не сносило от ветра ваш штатив, можете повесить какой-то груз. Ножки тут идут под скос. Так что, когда штатив стоит ровно, он стоит просто устойчиво. А когда его ставишь уже под наклоном, то он стоит уверенно. Я разобрал голову у штатива. Посмотрите, как все четко и идеально тут сделано. И самое крутое, что тут практически все из металла. Если дальше откручивать все винты, то я тоже вижу там металл. Сверху на площадке есть уровень. На двух ножках есть две ручки. Это чтобы зимой, когда вы снимаете видео, вашим рукам не было холодно. Вот такой вот фиолетовый чехол. Сюда нужно ставить камеру. Поднимаем ножки. Ставим штатив. Ставим камеру. И начинаем снимать. Ножки раздвигаются, еще выше поднимаются. Вот так нужно камеру ставить. Блин, он крутой. Здесь есть уровень, на который нужно ориентироваться, чтобы выставить камеру ровно. Смотрите, как плавно и мягко ходит голова у штатива. Для панорамных съемок просто классно. Сейчас подниму штатив на максимальную высоту. Что удобно, тут есть защелки, которые очень легко открываются. Модель, кстати, называется Q555. Штатив выше меня. Конструкция причем очень надежная. Можно регулировать этими защелками. Конструкция, кстати, надежная. Эту часть тоже можно регулировать. Здесь нужно покрутить. И все. У штатива не идет насадка для экшн-камер. А у меня как раз GoPro экшн-камера. И у меня есть вот такой вот переходник, можно сказать. Я поставлю его. Прикреплю вот так камеру. Всего нужно отклеить липучку. Прикреплю и буду снимать. Если мне будет неудобно, то я куплю другой переходник. Он стоит всего 100 рублей у нас в Самаре. Отклеиваю. Все, сейчас буду закрепить GoPro. Все, ничего не слетает. Вот, я даже толкаю GoPro. Ничего. Вот, классно, болтом закрутил и все. Как угодно можно снимать. Настраивать вот так. Крутить. Для макросъемки просто переворачивайте штатив. И тут уже находится камера. Короче, решил, что переходник все равно мне нужно покупать. Потому что переходник на липучке ненадежный. Прежде чем купить этот штатив, я почитала очень много отзывов, так как это моя первая покупка. В общем, я рекомендую именно этот штатив. Обязательно зарегистрируйтесь на сайте возврата кэшбэка. Ссылку я оставлю в описании. И тогда при покупке кэшбэк вам будет возвращаться. Советую именно этот штатив, потому что он правда классный. И так как это моя первая покупка в Алиэкспресс, я очень доволен. Еще в пути полно вещей для блога. В общем, потом подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом канале я буду показывать все, что нужно настоящим блогерам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok